здравствуйте друзья я хочу сказать что вот эта история с узбекским значит там террористом который в нью-йорке совершил теракт страна узнала о том что есть какая-то лотерея green card то что мы с вами знаем ну-ка и господи ну понятное дело кому же знать как не дам но представьте себе он живет просто американец ему даже в голову не придет что можно вот так взять какую-то лотерею green card у получить эти вот ни за что ну правда по факту вот что можно не знать английского можно не иметь образование никакого ну там среднюю школу там понятно вот и вот на тебе и они конечно не в курсе и многие вздрогнули думать нифига себе система в которой мы живем то есть случай с вот этим человеком это как его как сказать подали как его подали ну в первую очередь трамп во вторую очередь там республиканские средства массовой информации консервативные вот говорят вот оказывается в чем проблема то вот лотерея виновата и как свое время там помните меньше года как студенческие там программы виноваты вот там террористы приезжают еще четко и происходит некоторое бурление связанные с тем что люди открыли что есть такая фигня и там как бы сказать два момента не очень симпатичных первый момент не очень симпатичный состоять в том что действительно вот человек приехал там с этим делом поэт по этой программе совершил теракт с другой стороны по этой программе приехала много народу писать там за 90-го года сколько народу приехала один совершил теракт ну вот пишут что не один а вот пишет что там в лос-анджелесе один тоже совершил теракт тоже приехавшие по лотереи там где-то в двухтысячном году не знаю я смотрел вчера новости по голос америки есть такой у них есть телевидение голос америки там выступала женщина которая работает на узбекском канале голоса америки видимо не на узбекском языке вещают и вот она рассказывала ягод но вот этот в узбек этой комьюнити вот расскажи и она говорит у нас в нью-йорке узбеков там 50 тысяч но может быть нью-йорке с окрестностями 50 тысяч очень многие приехали по этой лотерее и это вот как бы с одной стороны шок с другой стороны она назвала я не видел это в прессе нигде но вот она говорит это уже восьмой чем 8 узбек в нью-йорке который арестован и по этим делам то есть терактов не было но 8 человек либо уже сидят либо находится под следствием либо там уже в процессах разных за связи там и так далее вот террористическими организациями и короче значит первый негативный аспект состоит уж ну действительно он приехал по этой визе вот так же как те которые наехали на смысле совершили теракцию этих зданиях близнецах 11 сентября они в основном приехали по студенческим вопрос студенческая виза виновата или что и вот да второй момент состоит том что идет сейчас как бы анализ общество начинает смотреть на эту визу то есть раньше это все где-то в конгрессе происходило там какие-то люди кулуарно посмотрели там проголосовали всем пофигу там в смысле общество пофигу а теперь общество которому все время было пофигу и оно даже не она даже не знала что что-то там происходит значит это общество начинает смотреть играть позже говорят они но ведь это же вообще какая-то бессмыслица разве это то как мы хотим чтобы люди к нам приезжали и значит начинается более широкое такое рассмотрение вообще что у нас с эмиграцией творится и так далее так далее но вот как бы этот вот дабл такой негатив создает некоторые приспосылки я бы сказал для возможного мы не знаем пойдет не пойдет но но как бы для возможного может быть законодательного решения в индивидуальном порядке вопроса с green card лотереи потому что это то что общество поддержит на раз включаем наверное демократов многих тоже поэтому как бы появится возможность у власть придержащих появится возможность поставить себя как бы сказать в роль людей защищающих страну от терроризма и объединившихся усилия в то время как проголосают проголосуют против низ не из-за терроризма а проголосует против может быть мы не знаем как пойдет может быть из-за того что бессмысленно вся эта лотерея и вот общество впервые увидел какую-то бессмысленную фишку которую раньше никто не обращал внимание внимание все общество привлечено и сегодня я почитал статейку в нью-йорк таймс и я хочу вам ее может быть немножко пересказать она у меня с собой тут лежит пересказать потому что все-таки нью-йорк таймс это либеральная газета и она не нападает на лотерею с точки зрения вот той позиции которая такая я бы сказал ну недобросовестная что ли да вот как сейчас мы видим на республиканской стороне вот они пишут что почти сразу после того как манхэттенский манхэттенская террористическая атака произошла во вторник президент трамп обвинил доверсить эту лотерею по которой приехал узбекский иммигрант который начал все это сделал и обвинил значит во всем демократов и конкретно сенатора шумера дело в том что шумер в девяностом году когда это все происходило было одним из тех кто активно продвигал эту лотерею и было это он тогда был в палате представителей вот но но читаем дальше и как это часто бывает он ошибается с фактами в частности за политическое ответственность за эту программу когда которую поддерживали обе партии почти там 25 лет и так далее но я бы сказал что не все 25 лет туда поддерживали до поддерживали и трамп действительно прав в том что лотерея как бы не нужная какая-то плохая штука то есть он не прав в том что виноваты демократы и что в частности шумер виноват кстати шумер шумер был согласен был на то чтобы лотерею закрыть в тринадцатом году когда реформа была и вот эта группа из восьми сенаторов то это назвали генг а вот это он был одним из этих генков и и она подразумевала закрытие лотереи то что уже прямо какой-то такой безумец там который вцепился в эту лотерею нет но это как бы неправда все ну это что собственно неудивительно там правда там да и что они говорят дальше значит факте по факту около миллиона green card выдается примерно в год и вот 50 тысяч идут через эту лотерею и действительно там не так много условий и дальше идет немножко из истории что когда в девяностом году конгресс немножко поэкспериментировав сделал вот постоянно эту лотерею и вот пишут что на мерке сенатор эдвард кеннеди который поддерживал демократа он говорил что это поможет тем ирландцам которые оказались в сша и там свою визу передержали дата перестояли там задержали стране не уехали вовремя то есть вот вот это то да и версии то дайверсификация которая была в голове например у сенатора эдварда кеды но тем не менее тем не менее как бы я читал когда-то что вот человек который вообще это все изначально очень сильно продвигал он говорил что надо бы из африки подвести народ вот а то как-то несправедливо получают все остальные приезжают а из африки у них родственных связей вот нету и так далее как-то вот как они попадут сша да вот и победитель лотереи сегодня у них плохо и с образованием чуть-чуть у них образование чуть-чуть профессиональных навыков может там практически тоже никаких не быть английский может быть на нуле да почему вот как бы требования никаких нет мы можем сказать мы с вами знаем что среди победитель лотерея есть люди с образованием и с английским и все что угодно но как бы это не подразумевается как бы дополнительный такой бонус неожиданный и в то время как родственники людей которые являются гражданами и обладателями green card время как их родственники должны там годами иногда десятилетиями ждать там получения визы в сша какие совершенно случайные люди вот значит так вот бах и и вот тут при том что еще не образованные без профессии без языка и люди которые обладают квалификации высокой и могли бы например там приехать в сша по работе но не дотягивают довод и чего нбр но не дотягивают а в то же время скажем может быть хорошие рабочие потому что и английский есть и все они тоже не могут попасть на что тут лотерея а как бы по достоинству не получается чего у нас дальше пишет что для соединенных штатов как для страны это абсолютно не имеет никакого смысла привозить людей таким способом это пишут либералы это не пишут консерваторы я просто к чему вам рассказываю что идет некий анализ идет анализ которого раньше никогда не было никогда общество не смотрела пристально на лотерею никогда не пыталась анализировать вообще насколько это правильно неправильно хорошо для чего это нужно и так далее да это правда что какие-то из этих иммигрантов как бы полезны и но это и неудивительно если там взять миллион человек которые приехали за это время там 90-го года и безусловно кто-то из них будет более успешной но они как так но взяли бы людей которые как бы там по образованию по с лучшими там данными и так далее а я бы еще добавил помоложе такая но еще бы лучше было трамп ошибается значит в том что находит связь между лотереей и терроризмом он в этом ошибается это правда что этот самый сайфуло салипов не первый террорист из победителей гринкарт лотереи вот пишут что в лос-анджелевском аэропорту международном в 2002 году там еще был такой случай и это правда что те кто выиграл в лотерею проходит через определенный контроль через скрининг очень серьезно это не то что вот там показал там бумажку и проходи конечно нет мы 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 то все знаем что там идет как бы определенный процесс а кроме того что сейчас мы с момента как президент трамп заступил на должность вот идет искать борьба за то чтобы отбор не то что отбор проверка как бы там на на всякие нехорошие вещи была усилена и и так далее то есть ну ну да ну да вот это можно усилить конечно и вот говорят конечно правильно было бы значит это делать по канадскому пути то есть давать какие-то пойнты и за и за то что у тебя профессия и за то что язык и за то что родственники в стране тоже то есть чтобы как бы люди у которых есть связи со страной имели больше шансов чем скажем другие люди у которых нет связи со страну то есть как бы дать им приоритет какой-то при преимущество небольшого можно на и на этой почве я от себя добавлю что когда мы говорим про вот эту вот иммиграцию через родственные связи есть такой термин здесь я бы перевел как иммиграция по цепочке такая вот чейн мигрейшн значит что получается вот допустим там приходит мама из мексики в основном когда жалуются про это вот чейн мигрейшн имеют ввиду иммигрантов из латинской америки в первую очередь из мексики нелегально границу перешли тут за бесплатно отражались вот уже появляется вот этот вот так называемый энкор бэйби да то я к якорь ный ребенок и дальше а он уже родился гражданином по рождению да и дальше начинается не сразу это много лет занимает но тем не менее это очень мощная тенденция то есть тут есть потоки очень большие в итоге неплохо бы они говорят вот как-то в аукцион какой-то пустить эти 50 тысяч вместо того как они вот бездарно сейчас не поймешь как пустить их в аукцион и добавить к ним еще 10 тысяч виз которые сегодня отданы на и б 5 инвесторскую программу которая там склонны к мошенничеству то есть там много мошенничества честно сказать я за то чтобы бороться с мошенничеством а не за то чтобы закрывать что-то вот честно да давайте сейчас закроем вот эту рефьюджи программу давайте закроем не будем выдавать политическое убежище вот уже где мошенничество сколько хочешь да так что пишет также что вот грин карта в сша это один из самых ценных кусочков бумаги на земле особенно сегодня когда мы остаемся одним из последних как бы там островков свободы надежды там и так далее и я вам показываю примерчик того что что произошло значит конкретный террорист вот конкретный там этот я помню солипов как его там фамилия вытащил на свет грин карту как тут грин карта лотерею о которой люди просто не знали узнав о ней общество офигевает от бессмысленности вот этого всем идиотизма ну то есть то есть я знаю друзья что те из вас кто смотрит это все интересуется иммиграции хочет и участвует грин карта лотерея я знаю что у вас есть масса аргументов в пользу того как лотерея значит помогает соединенным штатам и как это здорово для страны я я это я все эти аргументы слышала много раз и я я знаю что многие не принимают вот кое-что из того что я сейчас сказал что вот мол у страны есть лучшие пути привозить страну иммигрантов хотя честно сказать вот если меня спросить так уже ближе к делу я я за диверсификацию я не против диверсификации хорошая штука я помню время как встретить болгарина было вообще невозможно а вот через лотерею там каждый год прижал а там какое-то время там было там по три по четыре тысячи в год слушать сейчас болгары появились стране вот вот есть болгары белорусы понимаете там таджики откуда бы откуда таджик мог попасть сша поэтому я за диверсификацию но просто так как это было сделано как это было сделано было сделано плохо то есть вместо того чтобы выбирать людей из этих стран но более образованных более профессиональных владеющих языком да они вместо этого сделали как всегда и и у губермана есть такое правда про советский союз а там пишет что мне жалко марксово наследство попала в русскую купель в данном случае в американскую где цель оправдывает средства а средством обосрали цель вот то как они это сделали они абсолютно изгадили и дискредитировали идею диверсификации в гринкарт лотереи так вот что я хочу сказать по этому поводу я знаю что многим из вас не понравится мысль о том что у страны есть лучшие способы привести там 50 тысяч иммигрантов вот но люди которые читают они офигевают и говорят конечно у нас есть лучше конечно мы можем привозить более профессиональных профессиональных владеющих английским там и так далее это не значит что это как-то поможет им с терроризмом давайте что интересно произошло уже уже не так важен терроризм уже терроризм ушел на второй план ни один человек сейчас не скажет что каким-то ну немножко немножко адекватный хотя бы не скажешь каким-то образом это связано с терроризмом и что-то лотерея и терроризм это близнецы братья не дай бог это абсолютно не связаны без связанные вещи но вот это внимание которое свалилось на гринкарт лотерею создает некоторый потенциал неприятие отторжения самой лотереи по сути иммиграционного так сказать вот этого отбора нежели потом и террористической принадлежности нет конечно поэтому ну посмотрим чего будет посмотрим чего будет сейчас очень много хайпа на этот счет хайп просто зашкаливающий и я не знаю значит трамп клянется что он прекратит эту лотерею он ее прекратит и он вот сейчас в конгресс там чего-то в принципе уже есть законопроектом уже там полгода лежит на эту тему может быть они сейчас над ним быстро работают я не знаю но если бы речь шла чисто терроризм и лотерея то я думаю что шансов бы особо там не было но поскольку речь идет о том что лотерея бессмысленно в том смысле как в том плане в какому-то сейчас все обсуждается то шансы резко возрастают плюс еще и терроризм от несчастный или или конгресс слишком занят чтобы сейчас этим заниматься я хочу сказать что сегодня вот в новостях вот вы смотрите сегодняшние новости уже никто не обсуждает не теракт не лотерею уже всем пофигу уже сегодня обсуждают с утра тонкости реформы налогообложения я бы не сказал что уж какая-то реформа прямо реформа но пытаются понизить налоги на средний класс пытаются понизить на средний класс и я не знаю насколько им это удастся и там есть много вещей которые могут оказаться непопулярными и вот об этом сейчас идет дискуссия вот там пол райан председатель республиканского большинства в палате представителей дает в прямом эфире интервью cnn вот я сейчас вот уезжал на там беседу вот сейчас народ переключается на налоги так что может быть хайп сойдет и поедет появится новый хайп вот но неожиданный поворот просто произошел неожиданный то есть от вопросов терроризма очевидно не одни относящимися никак к лотереи значит вдруг внимание перешло наташа что за лотерея и собственно а зачем вот так что ну посмотрим посмотрим я я буду наблюдать и буду вам рассказывать и я не хочу никого из вас встревожить никак честное слово я просто рассказываю что есть и как раз вчера я говорил о том что но в skype в этом в твиттере ничего не отменяется там смысле законы не отменяются и не переписываются в твиттерах но поглядим поглядим мне это немножко напоминает знаете что ну может быть час молодой молодой народ не в курсе когда гитлер пришел к власти значит надо было потихонечку разделываться так сказать с противниками победа на выборы была очень очень там ну практически с никаким перевесом там чисто номинальным нужно было разделываться с противниками с коммунистами социалисты нужно было сплотить нацию вот для этого пригодились евреи и вот значит было за чем сплотить и вот в качестве буквально первого шага значит там было разыгран поджог рейхстага рейхстага коммунистами вот коммунистов значит там там какую-то группу коммунистов судили если вы слышите как про георгия димитрова вот ну несут болгарки коммунист его потом советский союз значит там забрал у германии дал ему гражданство и тогда такая большая история чего говорю вот вот это мне напоминает поджог рейхстага рейхстага коммунистами понимаете вот так гринкард лотерея значит подожгла значит разожгла терроризм тут в стране она в общем такая вот вот такой зашкаливающий идиотизм но вот кому-то это выгодно конечно я еще знаете что вспоминаю я вспоминаю когда был теракт совсем недавно был теракт в лас-вегасе сейчас уже никто даже не вспоминать и толпа народ погибло и на на стороне демократической партии есть люди которые много лет подряд говорят что нужно там ужесточить правила продажи оружия ну в частности вот это вот полуавтоматическое оружие нам надо бы запретить и и и я но я поскольку разные читаю там и левые и правые там всякие и и вот на консервативной стороне их совестили игры как несовестно сшибать какие-то политические дивиденды когда еще тела там не остыли как как несовестно и вот я смотрю а тут еще тела не остыли и никому несовестно никому несовестно сшибать там политические дивиденды вот они с одной стороны стыдят с другой стороны вроде только и ждут возможность такую так что мерзко вот я хочу сказать что мерзота мне это все очень очень не нравится так что ночью посмотрим ладно счастливо